Можно ли держать дома папоротник? Папоротники являются одними из самых древних классов растений на Земле. Было время, когда они безраздельно правили на всей планете. Наверное, экзотический и неземной вид послужил почвой для опасений, можно ли держать папоротник дома. Можно ли держать дома папоротник, приметы и суеверия? С папоротником в народе связано множество примет, подчас диаметрально противоположных. Связано это в первую очередь с давним соседством человека и этого растения. Таким образом, в каждой местности в ходу были свои поверья относительно него. Древние папоротники со временем превратились в каменный уголь. Счастливые приметы, центральное место в суевериях отводилось тому факту, что папоротник не цветет в обычное время, подобно остальным растениям. Считалось, что это событие происходит только раз в год в ночь на Ивана Купала. Однако цветки срывают неизвестный, именно поэтому их нельзя увидеть на следующий день. Тот, кто все же исхитрится и заполучит себе цветок папоротника, должен быть готов к тому, что станет невидимым для глаза окружающих. По легенде, такую способность можно заполучить, если съесть эту свою находку. Другое волшебное свойство, приписываемое таинственному цветущему растению помощь в отыскивании кладов и сокровищ. С древних времен люди были уверены, что папоротник способен отпугивать нечистую силу. С этой целью его старались выращивать возле дома. Считается, что если посадить папоротник дома, он принесет с собой удачу своему владельцу, которая будет в делах, связанных с деньгами, азартной игры, различные лотереи и тому подобное. Одним из самых главных свойств этого травянистого растения многие называют его способность поглощать негативную энергию и излучать положительную. Как разновидность суеверия, поглощение вредного электромагнитного излучения, источником которого являются электроприборы. Поэтому часто можно увидеть, как в офисах возле рабочих компьютеров ставят эти декоративные растения, другое положительное свойство. Папоротника проистекает из его способности поглощать плохую энергию. Он способен налаживать взаимопонимание между людьми, имеющими разные темпераменты. Говоря простыми словами, он выступает в роли некоего буфера, который нейтрализует вредные проявления каждого из видов темперамента. Это главный аргумент для тех, кто раздумывает, можно ли дома сажать папоротник. Цветок растет так быстро, что скоро может стать причиной дискомфорта. На рабочем месте отрицательные приметы и суеверия парадоксально. Но папоротник может не только приносить удачу, но и притягивать различные несчастья на голову своего незадачливого владельца, который опрометчиво решил посадить его у себя в доме. Папоротник считается энергетическим вампиром, то есть он высасывает жизненную силу из людей. С этой целью его не рекомендуется держать возле больных или людей с ослабленным здоровьем беременных женщин и детей вариацией на тему вампиризма. Можно считать примету, что завести папоротник дома к болезням, если листья начинают чахнуть, это не значит, что за растением нужно лучше ухаживать, это признак наведенной почвы. Почему дома нельзя держать папоротник? Однако все это суеверие и рациональный страх перед необычным растением, который приписывает ему необычайные способности. Но что же говорит наука? Можно ли держать папоротник в квартире? Действительно, некоторые виды папоротников являются ядовитыми, хоть и не в такой ярко выраженной форме, как в случае с белладонной. Или некоторыми видами грибов. На территории России произрастают несколько видов папоротника, которые могут быть причиной отравления. Орляк обыкновенный, довольно распространенное в России растение, которое растет преимущественно в дубравах. В нем содержится особый фермент, который разрушает витамин В1, часто называемый также тиамином. Таким образом, через несколько недель на такой диете животные будут испытывать авитаминоз. Орляк обыкновенный содержит ко всему прочему также и канцерогены, которые способны вызывать рак желудочно-кишечного тракта. Молодые побеги орляка традиционно употребляют пищу. Особенно это развито в Японии, поэтому существует мнение, что повышенная заболеваемость раком желудка у этой нации связана с поеданием папоротника. Споры у орляка располагаются вдоль листа, а не под ним щитовник мужской или папоротник мужской. Встречается в тенистых широколиственных лесах, ельниках и пихторняках по всей европейской части России. В медицине применяются препараты, приготовленные из его корневища, которые обладают противоглистными свойствами, они вызывают паралич. Мускулатура ленточных червей, после чего их выводят из организма с помощью слабительных средств. Основная опасность представляется как раз передозировкой такими лекарствами, в том числе приготовленными и самостоятельно в домашних условиях. Дело в том, что входящие в состав корневища щитовника вещества способны негативно влиять на центральную нервную систему и сердце человека. Если неправильно рассчитать количество препарата для приема внутрь или использовать в качестве слабительного касторовое масло, которое усиливает всасывание лекарства в кровь, то можно получить острое отравление. В результате появляются судороги, рвота, помрачнение сознания. Далее может возникнуть паралич нервной системы и сердца. Обратите внимание, вообще отравиться папоротником в сыром виде практически невозможно. Для этого нужно как минимум несколько раз полностью набить рот листьями этого растения. Поэтому для обычного человека лния представляет большой опасности с точки зрения токсикологии. Поэтому на вопрос, можно ли уличный папоротник посадить дома, ответ очевиден. Отрицательное влияние на человека. Тем не менее, у папоротниковых есть доказанные наукой безусловные отрицательные свойства, которые стали причиной развития различных суеверий. Поэтому стоит дважды подумать, можно ли уличный папоротник посадить дома. Дело в том, что эти растения довольно интенсивно поглощают из воздуха кислород и выделяют углекислые газету. Если помещение плохо проветривается или горшок с растением располагается в спальне, у человека могут развиться недомогания, частые головные боли, высокая утомляемость. Особенно это вредно для беременных женщин и маленьких детей. Еще одной отрицательной стороной разведения у себя дома папоротника является повышенная опасность развития аллергии. Дело в том, что эти растения размножаются двумя способами – вегетативно, как и большинство комнатных растений, и с помощью спор. Последние хорошо различимы на обратной стороне листа. Виды в воздухе квартиры, они способны вызвать у человека аллергическую реакцию. Отдельные споры имеют микроскопические размеры, поэтому целесообразнее сперва взвесить все «за» и «против» относительно покупки этого растения, а затем определиться с местом размещения папоротника в доме. В первую очередь следует избегать детских комнат, чтобы не навредить хрупкому здоровью ребенка. Это тем более обосновано в современную эпоху повсеместной аллергии у детей практически на любые раздражители. Далее, не следует устанавливать горшки с папоротником у себя в спальне, иначе на утро можно проснуться с головной болью и совершенно не отдохнувшим. Оптимальный вариант кухни или гостиная, в которых человек проводит гораздо меньше времени. Можно и держать папоротник на даче. Для создания экзотического уголка на своем приусадебном участке как нельзя лучше подходят многие виды папоротника. Как правило, их высаживают в тенистых и влажных местах. Они не требуют за собой тщательного ухода. Растения в ландшафтном дизайне к сведению. С помощью орляка, кочедыжника, щитовника, осплениума и других видов можно заняться ландшафтным дизайном, украсить небольшой водоем. Или задекорировать стену дома, она должна быть с северной стороны. Хоть и полной противоречий, папоротник имеет право название одного из самых красивых декоративных растений. Орел мистики, который его окружает, придает его раскидистым кустам дома или в саду дополнительное очарование. Субтитры создавал DimaTorzok